Друзья, к каким-то вещам, которые требуют самодачи, напряжения, внутренних сил, лучше готовиться заранее. Поэтому хотел сегодня буквально коротко рассказать про то, что мы так уже очень много, слава Богу, ходили в церкви в последние несколько недель. Мы и до этого ходили, в связи с ситуацией, которая в мире сложилась. Но из-за праздников, естественно, был такой напряженный, некий напряженный литургический опыт у нас с вами. Был Новый год, воскресный день, потом было Рождество, там перед этим сочельник. И мы ходили в храмы иногда не раз в неделю, как привыкли, чаще. На следующей неделе нам предстоит, если Бог благословит кому-то из нас, новый рывок, новый последний рывок в этой череде праздников. Праздников, которые наступают в начале года. Праздников, которые объединяются словом святки. Праздников, которые в древности праздновались одновременно. Крещение, Богоявление, явление Бога на земле. И Рождество праздновалось вместе. Сейчас это немножко разделено. На следующей неделе нам предстоит несколько дней, когда в церкви будут особенные богослужения, которые нам желательно посетить, если есть такая возможность. Смотрите, начнем со среды. В среду у нас крещенский сочельник. И в среду утром будут примерно такие же богослужения, как сочельник рождественский. В среду утром будут читаться царские часы. Будут читаться на царских часах отрывки из Ветхого Завета, связанные с прообразами крещения. Обычно службы начинаются в эти дни чуть-чуть раньше в храмах. Например, если у вас обычно с восьми, то тут, например, пол восьмого начнутся. Дальше продолжится вечерней службой, прям утром, утром сразу же, для нашего удобства, вечерней службой и далее, вечерней службой, перетекающей в литургию. Литургия, на которой мы причащаемся в крещенский сочельник. Вот обычно, когда мы утром приходим в храм, нас ждет только литургия. А на самой литургии мало упоминаются события праздника. И вот для того, чтобы наш ум и сердце наполнить смыслами праздника, вот редко так бывает. Но несколько раз в году мы можем прийти утром и тоже там вот это все услышать, ощутить, услышать песнопения, услышать очень много отрывков из Ветхого Завета, связанные с праздником, в данном случае с крещением. И дальше все это перетекает в литургию причастия. Более того, после причастия мы остаемся еще ненадолго, на полчаса, и служится великое освящение воды. Великое освящение воды освящают воду, и с этими бутылками воды, если есть возможности и желания, мы уходим домой. Уходим домой, но ненадолго, потому что в среду вечером в храмах служится очень красивое вечернее богослужение, называется «Все ночные бдения» под праздник крещения, под праздник Богоявления, где мы с вами тоже будем много слышать, пытаться услышать, понимать о смысле этого праздника. «Все ночные бдения», там обычно бывает литья, то есть выносит хлеб, вино, елей, это все освящается, дальше мы кушаем, чтобы подкрепиться и снова служим. Длится обычно 2-2,5-3 часа. Это вечернее богослужение, и ты уже уставший, это с утра был, но с Божьей помощью причастившись, и ты можешь побыть и на этом в вечерней службе. Она очень серьезно готовит к самому крещению. На ней также бывает исповедь и так далее. Это в среду вечером. А со среды на четверг ночью в некоторых храмах, либо в четверг утром в большинстве других храмов служится Божественная Литургия в праздник Крещения. Такой финальный аккорд. Если мы радость Богоявления уже начали, окропляли водой, конечно, мы ее ощутили, да и просто любое богослужение Сочельник, оно уже вводит в праздник. Если мы радость от Крещения уже ощутили в среду, в четверг, это завершается этим финальным всплеском, когда мы приходим утром на Божественную Литургию, там тоже причащаемся, и если готовились, да и хотим этого. И дальше снова второй раз освещается вода. Вот сам праздник Крещения. Вот такое литургическое пиршество нас ожидает. Более того, если кто-то... Помните, мы целых три дня подряд ходили на Рождество. Тут, в принципе, нам церковь предлагает что-то похожее. Если кто-то все-таки может и хочет, и чувствует душевные силы, не всегда они бывают. То есть, если все-таки они будут, то очень здорово пойти в храм на Божественную Литургию, тоже по возможности причаститься и в пятницу. В пятницу, потому что будет Собор Иоанна Крестителя. То есть, будет праздник в честь того, кто помог совершиться вот этому событию Крещения Спасителя. Иоанну Крестителю, удивительному человеку, величайшему из... Одному из самых величайших мужей, рожденных женами на земле. Кажется, отдельно помолиться ему. И так зимой, после Крещения, это что-то важное и здоровое. Поэтому, если у кого-то получится, вы можете это сделать в пятницу, если Бог благословит. Вот таких три дня. Три дня. Среда Сочельник. Потом само Крещение. Дальше, если у кого-то есть Силы. Собор Иоанна Крестителя. Нас ждут на следующей неделе. Если у кого-то получится, это будет большое счастье. Потому что, повторюсь, говорил в прошлом видео на Рождество, что если мы все-таки погружаемся в эту не в пучину воды, как очень часто люди, которые только делают первые шаги в Церкви, они считают, что очень важно погрузиться в водную пучину в праздник Крещения. Там поплавать, поморжевать с молитвой. Все-таки, если мы погружаемся в пучину литургическую, Церковь – это большая машина времени. Это большой портал, входя в который, мы можем максимально прочувствовать тот праздник, который празднуется. Попасть туда, наберегая Иордана, почувствовать, как Дух Святой снисходит на тебя. Но это можно говорить, можно не говорить. Это надо ощутить и почувствовать. И те, кто бывал, подготовившись на праздниках в Церкви, кто подготовился, почитал что-то, настроился, попастился, и видел не только под ногами загаженный пол, этими от свечек, ошметками, которые падают иногда, и по ним люди ходят, они черные, еще не успели убрать. Не душно, может быть, не какой-то ладан, не очень свежий, не людей, которые толкаются со всех сторон, а который побывал в этом всем, но он побывал на празднике, ощутил Бога, который здесь присутствует, твоих братьев и сестер, которые рядом. Это невозможно забыть и невозможно, как сказать, это останется с тобой всегда, и это хочется, чтобы в твоей жизни повторялось. Но поскольку это некая духовная ступенька, всегда перед праздником очень тяжело на это настроиться. Вот сегодня воскресенье, мы думаем, ой-ой-ой-ой, в среду целый день поститься там, что там на службу идти, три штуки, три дня, вы чего, хотя бы разок бы успеть. Давайте настроимся, попробуем, все будут силы, сходим, и мы будем, скажем, самим себе большое спасибо, что мы не поленились и вошли в этот литургический конвейер, если у кого-то работа позволяет, побывали на этих службах и дали себе возможность побыть в Царстве Небесном. На этом заканчиваю, не забываем молиться за тех, кому трудно, и эти, кстати, наши с вами походы в храмы искренне, они ведь не только для нас, для нас это как бы радость и привилегия, но это еще и помощь тем, кому сейчас тяжело, и помощь той ситуации, которая нас всех тревожит, из которой мы переживаем. Чем ближе мы будем к Богу в любое время, в эти дни, тем ближе к Богу будет все человечество, и тем быстрее то зло, которое прорвалось в нем, оно немножко утихомирится. Об этом тоже надо думать и помнить. И до новых встреч. До свидания.